Арты Франц, Росбют Продюксион или Монстр представляют Мифы Древней Греции Афина. Мудрая воительница Режиссер Сильвен Бержер Боги бессмертны и непобедимы. Вместе они способны одержать верх над самыми могущественными силами. Но когда между ними раздор, мир может обрушиться туда, откуда он вышел. В хаос. Боги горды, надменны и вспыльчивы. Они полны ума и хитрости. Чаще всего они используют эти качества для ссор, заговоров и предательств. В целом, боги очень похожи на смертных. Они находятся во власти двух главных страстей – любви и ненависти. Но однажды появилось божество, более мудрое и склонное к размышлениям, способное объединять, а не разделять. Строить мир, а не готовиться к войне. Это божество всегда руководствуется разумом, так же, как другие боги своими страстями. Но это не бог, а богиня – Афина. Такая необычная богиня и на свет появилась необычным образом. Первой женой Зевса была богиня Метида, чье имя означает одновременно хитрость и осторожность. Несмотря на периодические ссоры, связанные с изменами царя богов, их брак был счастливым. Но однажды к повелителю Олимпа пришли богиня Земли Гея и бог неба Уран. Они принесли ему тревожное предсказание. Метида родит дочь, а потом сына, который превзойдет отца в хитрости и могуществе. И в итоге свергнет его. Зевс – правитель, не имеющий соперников. И он хочет таковым и остаться. Он завоевал трон в жестокой борьбе, и не собирается его уступать. И вот когда Метида уже на сносях, хитроумный Зевс предлагает жене испытания. Насколько хорошо она умеет превращаться. Не подозревая подвоха, Метида поддерживает эту игру. Она показывает самые невероятные превращения. И в какой-то момент подстрекаемая Зевсом превращается в каплю воды. Зевс поздравляет ее, аплодирует и проглатывает каплю. Царь богов очень доволен этой уловкой и спокойно возвращается к своим делам. Вскоре у Зевса начинаются чудовищные головные боли. Ему так больно, что он призывает на помощь всех богов-олимпийцев. Его сын Гефест, бог-кузнец, пытается облегчить страдания отца и наносит ему страшный удар по черепу. И вот чудо из чудес. Из пролома появляется вооруженная дева в шлеме. Она испускает воинственный клич. Этот клич разносится по всему Олимпу. Богов охватывает страх. На реках и морях вздымаются ревущие волны. Огненные волосы солнца застывают на месте. Афина появилась на свет. Афина обладает не только осмотрительностью и мудростью своей матери Метиды, но и умом своего отца Зевса. Она двойственна. Она женщина, но ей достался дар радости битвы, который, по мнению греков, был присущ мужчинам. Для Зевса она навсегда станет любимым ребенком. И ей будет прощаться все. Зевс доверяет воспитание Афины речному божеству Тритону. У Тритона уже есть дочь Паллада. Вскоре две юные богини становятся неразлучными. Но однажды, когда они учатся искусству боя, и кажется, что Паллада вот-вот ударит Афину, Зевс решает вмешаться, испугавшись за дочь. Несчастная Паллада так удивлена появлением царя богов, что опускает оружие, и Афина наносит страшный удар. Удар непреднамеренный, но смертельный. Горе Афины безмерно. Она потеряла сестру. В знак скорби она решает взять себе имя подруги. С тех пор ее будут звать Афина Паллада. Афина взрослеет. Ее красота поражает всех, кто ее видит. Но Афину это не трогает. Она отвергает все ухаживания. Она девственница и собирается таковой остаться. Но один из богов продолжает упорно ее преследовать. Это Гефест. Самый уродливый, самый непривлекательный из богов. Хромой кузнец. Афина появилась на свет благодаря удару его палицы. Недавно его покинула собственная супруга Афродита, и это еще больше распалило его любовь. Однажды утром Афина приходит в кузницу Гефеста. Она хочет, чтобы он сделал ей оружие. Гефест заверяет ее, что не возьмет никакой платы и выполнит работу только ради любви к ней. Вольщенная Афина соглашается. Через несколько дней Афина возвращается забрать оружие. Гефест приветливо встречает ее, но внезапно, не в силах совладать с охватившим его желанием, набрасывается на Афину и пытается овладеть ею. На самом деле Гефест, который редко ведет себя таким возмутительным образом, является жертвой проделки Посейдона, брата Зевса. Посейдон и Афина – вечные соперники. И Посейдон использует Гефеста против богини. За несколько часов до прихода Афины Посейдон сказал Гефесту, что она направляется в его кузницу и чрезвычайно рассчитывает на его пылкие ухаживания. Афина отбивается, отталкивает Гефеста и убегает. Несмотря на хромоту, Гефесту удается догнать ее и снова попытаться овладеть ею. Но он так неловок, что только рвет ее хитон. Перед ним во всем своем великолепии предстает обнаженное тело богини. Гефест побежден. Воспользовавшись его замешательством, Афина вырывается, но когда она уже собирается убежать, семя Гефеста проливается на ее бедро. Афина испытывает отвращение. Она хватает кусок шерсти от хитона, вытирает ногу и бросает ткань на землю. Но упавший на землю кусок ткани оплодотворяет мать-землю Гею. И Гея беременна плодом страсти Гефеста. Через некоторое время у нее рождается ребенок. Это странное существо. Наполовину человек, наполовину змей. Гея испытывает к нему отвращение и отказывается от сына. Но им займется Афина, которая усыновляет ребенка. Она называет мальчика Эрихтоний, что означает «связанный с землей». Она прячет его в священной корзинке и отдает одной из своих жриц, приказав беречь ее, как зеницу ока. Однажды, когда жрица возвращается после праздника, ее сестры, охваченные любопытством, поднимают крышку корзинки, где спит маленький Эрихтоний. Увидев ребенка со змеиным хвостом, они впадают в безумие и, крича от ужаса, бросаются со скалы Акрополь. Афина спешит на помощь сыну. Она вынимает его из колыбели и уносит его в глубину своего храма, где он будет под защитой. День за днем она заботится о нем с такой любовью, что все, кто их видит, убеждены, что богиня и есть его настоящая мать. В те времена боги жили во дворцах на Олимпе. Но на земле не было городов, посвященных исключительно им. Зевс решил, что надо немедленно это исправить. Он собирает всех богов и просит каждого выбрать город, где люди будут чтить их культ. Один город каждому богу. Каждый делает свой выбор. Аполлон выбирает Дельфы. Арес — Спарту. Афродита — Каринф. Даже нелюдимая одиночка Артемида выбирает город — Эфес. Но когда очередь доходит до Посейдона и Афины, каждый отстаивает свое право на Аттику. Ситуация накаляется. Видя, что спор между его братом и дочерью вот-вот превратится в бой, Зевс решает, что Кекропс, царь Аттики, должен рассудить их. Кекропс — хороший царь. Он запретил человеческие жертвоприношения. Его царство стало самой цивилизованной страной в мире. Он ввел моногамию в браке. Создал первые суды. Неслыханное дело. Он дал людям право голоса. Не только мужчинам, но и женщинам. Кекропс выполняет волю Зевса. Он уединяется в своем дворце. Царь размышляет несколько часов и объявляет, что город перейдет под покровительство того бога, который сделает людям наиболее полезный дар. Посейдон уверен, что победа достанется ему. Бог Морей ударяет своим трезубцем в землю и из этого места начинает бить великолепный источник. Соленая вода несется по иссушенным равнинам. Он предлагает жителям Аттики роскошный водоем, огромный бассейн, где они смогут отдыхать и совершенствовать столь любимое ими искусство плавания. Этим он не ограничивается. Он дарит самому Кекропсу, великолепного черного жеребца. Волшебное существо, вышедшее из пены, непобедимое в бою. Афина размышляет. Один взмах руки, и с земли начинает расти дерево. Огромное дерево с серебристыми листьями и узловатым стволом. Это маслина или олива. Она заявляет, что у масличного дерева никогда не будут опадать листья, даже зимой. Это дерево будет приносить плоды, которые вы будете выжимать, говорит она. И они будут кормить вас и ваших детей, и детей ваших детей. Это дерево станет символом мира и плодородия. И это мой дар вам. Жители Аттики голосуют под наблюдением Фемиды, богини правосудия. Голоса женщин склоняют чашу божественных весов на сторону Афины. Посейдон вне себя от ярости. Чтобы отомстить за это унижение, он решает затопить Аттику. Но внимательно наблюдавший за развитием событий Зевс запрещает ему. И тогда повелитель Морей покидает Олимп. Полный злобы и ненависти к дочери Зевса, он погружается в морские глубины, закрывается в своем дворце и готовит новый план мести. Выбор жителей Аттики очень прост. Посейдон предлагает им развлечение и войну. Афина — мир и земледелие. В честь богини решено с этих самых пор называть город Афинами. Одним из первых царей города станет ее сын Эрихтоний. Афина посвятит себя счастью людей. Разумеется, она становится покровительницей героев. Она играет важную роль в их подвигах и успехах. Без ее помощи Персей никогда бы не справился с ужасной медузой, чье искаженное лицо теперь украшает щит Афины. Таков был дар героя своей покровительницы. Во время Троянской войны Афина выступала на стороне греков, и именно она вдохновила их на создание деревянного коня. Позднее она помогает Одиссею вернуться на Итаку. И, наконец, под видом мудрого ментора, она направляет телемаха, отправившегося на поиски отца. Именно она тайно пропускает Промедея на Олимп, чтобы он мог украсть огонь и принести его на землю смертным. Афина придает смертным дерзость и хладнокровие. Новый вид храбрости, основанный на разуме и хитрости, а не слепой, беспорядочной ярости. Афина, богиня войны, предстает противоположностью своего брата Ареса. Он тоже бог войны. Но если он бог резни и крови, то Афина, напротив, использует в войне свой ум, чтобы добиться мира, а не уничтожения противника. Афина также становится защитницей государства, гарантом справедливости законов и их правильного исполнения. Но она быстро понимает, что без процветания одних законов мало. Поэтому, чтобы обеспечить благосостояние людей, она дарит им плуг и ермо для скота. Она также учит их числам. Женщин она учит готовить, прясть и ткать. Благодаря ей возникает и судостроение, работа по дереву, шлифовка досок, регулировка различных элементов конструкции. Она руководит строительством «Арго», самого большого корабля в истории, на котором Ясон и его товарищи поплывут за золотым руном. Один раз. Только один. Афина испытает зависть. Речь идет о художнице, которая, надо признать, была начисто лишена скромности. Ее звали Арахна. И она была дочерью богатого торговца тканями. Арахна стала настоящей мастерицей тонкой работы. Она ткала великолепные узоры, придумывала самые прекрасные мотивы, создавала полотна и платья несравненной красоты. Молва о ее славе достигла ушей Афины, которая решила сама убедиться в таланте девушки. Афина приняла облик седой старухи и пришла к девушке. Ее удивленному взору предстала надменная и тщеславная особа, которая утверждала, что в мире нет лучшей пряхи, чем она. Она подлила масло в огонь, добавив, что с ней не сравнится даже сама Афина. Сначала Афина принимает эти слова за юношеское бахвальство. Она доброжелательно советует Арахне взять свои слова обратно и принести жертву богине. Но Арахна уже закусила у дела и говорит, что она бы осмелилась бросить вызов могущественной Афине, если бы та захотела помериться с ней силами. И она сразу же готова доказать свою правоту. Ее пальцы берутся за работу. Ткацкий станок трещит. Постепенно появляется рисунок. Арахна решила изобразить любовь богов и превращение, к которым они так часто прибегали. Когда девушка заканчивает работу, Афина все еще в обличии старухи осматривает ее. Тут нечего сказать. Это само совершенство. Бесполезно самой начинать ткать. Работа юной Арахны намного превосходит все, что она могла бы сделать. Богиня дает волю своему гневу. Обычно такая разумная. На этот раз она сметает все на своем пути и уходит. Когда Арахна понимает, что старухой была сама Афина, она впадает в отчаяние. Ведь она совершила чудовищное святотатство и нанесла страшное оскорбление той, которую чтила больше всех. Арахну терзают угрызение совести. Она идет в отцовский амбар и совершает самоубийство. Когда Афина появляется снова, она жалеет о своем безудержном гневе. И чтобы отдать должное таланту Арахны, которую так несправедливо забрала смерть, она окропляет ее тело волшебным соком. Ее тело начинает сужаться все больше и больше. И в итоге от него остается лишь маленькое брюшко с тонкими мохнатыми лапками. Богиня говорит, ты навсегда останешься повешенной, ибо таков был твой выбор. Но ты сможешь продолжать свою работу, Арахна, превратившись в паука. И с тех пор Арахна вечно ткет свое полотно, способное порваться от малейшего дуновения. Но Афина покровительствует ей, как всем художникам и ремесленникам. Автор сценария Франсуа Бюснель Жильбер Синуае Композитор Олен Муисе Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова